приветствую мои дорогие сегодня я хочу рассказать о рожденных в три фазы луны растущая полная убывающая луна первые 10 дней лунных вторые и третьи или как я их называю альпинисты скалолазы это первые 10 лунных дней кто родился в эти дни горнолыжники это кто находится на самом верху плато горном это с 10 лунного дня по 20 с полудня до полудня кто развлекается и наслаждается от видов космоса луны солнца кто на этом высоком горном плато наслаждается жизнью получает удовольствие и и третья декада это спускающийся с гор кто своим ходом кто на одной лыжи то на двух кто катится кто спускается на специальном устройстве это те кто родился с 20 лунного дня с полудня до самого новолуния так что все человечество разделяется на три лунных цикла все люди рожденные на земле и жившие когда-либо разделяться на эти три сорта можно так назвать итак первые 10 лунных дней до полудня десятого я их называю гаврушами это люди которые никогда не устают а если падают спотыкаются встают отряхиваются идут дальше это не валяшки детская игрушка такая кто помнит советское время склоняется влево вправо вперед назад но опять прямо встает не валяшки они вот это рожденный первые 10 дней лунных в основном клиенты мои именно в эти 10 дней лунных и родились это стоические уверенные упрямые люди суть которых работа дело рожденный в первые 10 лунных дней обладают мощной энергией это вот такие альпинисты скалолазы которые поэтапно по ступенькам поднимаются на самый верх жизни социальные материальные личные индивидуальные харизматичной своей какой-то вершины особой где они хотят царят царите править это вот как раз первые 10 лунных дней энергия их неиссякаемые неутомимая но интуиция у них рабочая по делу по факту используют они ее только по назначению они не могут интуитивно жить собирать под свое крыло кого-то друзей знакомых приятелей вторую половину они не находятся в постоянном понимании луны и его воздействия то есть у них интуиция практическая рациональная осознанная только по делу только по работе или по каким-то принятием решений ну и можете себе образно представить поднимающегося на вершину человека тех же альпинистов каждый шаг выверен просчитан это люди со страховкой внутренне подстраховывается всегда стараются не ошибиться любая их ошибка это катастрофа даже если они на страховом канате не упадут не разобьются но все равно стресс и шок лишний им не нужен поэтому они стараются идти осторожно шаг за шагом не сбиваясь пути по четко намеченному плану вот это те кто родился в первые 10 лунных дней содержание сосредоточенная внутренние цели полагания у них всегда внутренние они стараются четко выверить каждый день каждый маршрут свой что они хотят и для чего они в этот мир поднимаются на самый верх чего не хотят добиться сила их в опыте уверенности продуманности каждого шага дух и вера стоические мужественные сильный глобальный веру они проверяют каждым днем своей жизни вера для них не что-то эпатажное восторженное или наоборот от то от торгнута ими же ранее нет к вере они идут потихоньку как первоклассники первый класс второй третий и так до десятого как советское время любовь такая же рационально осторожная бдительная внимательно первые 10 дней лунных люди любовь верят по факту по доказательству тебе дали ты дал ты дал ждешь когда тебе вернут вот такой рациональный подход к любви и чувствам сдержанно осторожно аккуратно ожиданием эхо скажем так в дружбе также очень осторожны выверены друзья проверены на подстраховки всегда чтобы на них можно было положиться как в песне про скалолазов и альпинистов доверие максимальная близость максимальная друзья все это о своих друзьях они должны знать это их принцип я доверяю и общаюсь только если знаю не чувствую а знаю только так у них вот интуиция срабатывает только накануне событий как результат они проверяют интуицию свою каждым своим действием шагом поступков любви дружбы в общении в контактах делах везде это их принцип к родителям трепетный нежный внимательный но холодный достаточно благодарны но холодный стараются быть сдержанным знают что нужно для чего нужно что нужно когда по делу к родителям относится и также помогает тоже все по делу семья к ней приходят по обстоятельствам по важности момента по своим минутности только какой-то конкретный по факту нет восторженных каких-то особо великих чувств и так далее получится получится нет так и нет поэтому к любви отношения как физиологии как таинству обряду действию необходимости потребности так надо и так далее то есть подход вот именно такой соответственно их семьи отношения деловое рациональное разумное рассудительное тоже по делу все должны работать помогать быть едины быть вместе и так далее вот их принцип основной детей количество ограниченное все только по делу продумано опять же такой же подход и к детям очень продицательные внимательные логичные такие ребята рациональные прагматичные к детям ко всему в целом дружбе к любви к детям все выверивают все смотрят как зачем почему когда за что и так далее то люди глаголов вот первые декады это люди глаголов первая декада луны первые 10 дней до полудня вторая декада луны с 10 по 20 лунный день это прилагательные это эмоции одни сплошные эмоции а вот третья декада это я извиняюсь одни сплошные местоимения и не всегда цензурные естественно это третья декада вот они нервные поэтому такие резкие и нервные о них мы еще поговорим пока мы говорим про первую декаду который только только поднимается и у них душа любовь чувства эмоции рождается постепенно осторожно как у первоклашек шаг за шагом с возрастом какие-то открики в душе начинает вера пробиваться чувства пробиваться эмоции сразу им это не дано они должны к этому прийти они должны понять что такое вода что такое снег что такое огонь пощупать потрогать запомнить это и вот такой подход у них у рожденных первой луны 10 дней и такая же как я уже сказал ритуиция она более рефлекторная по правилам действует них как светофор красный желтый зеленый что можно как и чего нельзя куда куда идти куда не идти с кем общаться с кем не общаться в общем вот такой подход здоровья очень следят за ним аккуратно осторожны в здоровье первые 10 дней для очень любят себя с собой следить все проверять зубы глаза уши волосы зрение слух ну все подряд в общем очень деятельность здоровья принципиальные требовательные и к другим также трепетно относится что болит когда болит из-за чего какая наследственность все узнают все записывают фиксирует анализирует все это в себе хранить в памяти своей так что если выбрали такого человека первые 10 лунных дней рожденные значит он на все будет реагировать смылили вы за собой помылили за собой посуду ванну раковину или еще что-то как вы одеты обуты и аккуратные неаккуратные что носите вкус и предпочтения свои собственные и всех окружающих это касается всей родни родных близких соседей кого угодно все фиксирует все запоминает все анализирует впитывает все программирует альпинисты одним словом каждый шаг аккуратно не спешали никуда не спешат они деятельно активны живы и подры свежи и молоды как молодой месяц на небе вот сейчас растущая ру луна как раз самое время рассказать после видео про новолуние кто родился в остальные лунные дни вот это такие персонажи такое же отношение к деньгам деньги необходимы а как без этого а снаряжение а поездка а риски а страховка и так далее если сравнивать с альпинистами все должно продумать все детали маршрута метры сантиметры высота длина толщина прочность надежность вот они так ко всему этому и подходят поэтому их так и называют альпинисты и скалолазы любая погода любое проявление опасно они могут преодолеть они говорю выживают вы живу живучие ужасно звучали в огне не горят в одни не то в воде не тонут это вот рожденные первые 10 дней не валяшки вот эти самые скалолазники власть это их порядок стиль вера знания опыт намерение требования и так далее вот это их власть и они в этом четки разумные четки разумные внимательны требовательны порядок должен быть и власть конечно любит и уважает старается от нее отползти но если уже выпала руководительство пощады не ждите требования завышены очень завышенный ко всем без на безопасность но вы сами представьте альпинист скалолаз конечно безопасность во всем все проверить все оборудование одежду обувь все причиндалы какие с собой в поход берешь друга свою проверить партнера наставника всегда на контроле и безопасность всегда это первое место для них они в этом смысле не беспречны не ветренны не романтичны как те которые там на плато с 10 по 20 лунный день с полудня до полудня это они там развлекаются пьянка гулянка салюты праздники отмечают а эти только лезут 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 на самую скалу до самый верх они еще не выпили не закусили они подготовились утром помолились кивнули все проверили и пошли и доходят до вершины и там уже расслабляется но не долго рожденные первые 10 дней луны они не кайфуют не развлекаются они свое получают свое реализуют хоронят берегут требует того же других и все для них это кайф удовольствие наслаждение результат вот для них он важен а безопасность это главнейший результат их всей жизни это само собой самое главное спорт это важно это принципиально знать свои возможности физические умственные психологические свою выносливость выдержку волю что ты чувствуешь переживаешь как как ты реагируешь на то или другое это обязательно поэтому спорт конкретный выверенный на себе от репетированный проверенный и всю жизнь вот это их подход хобби такое же полезное должно быть хобби по делу и полезное риски конечно они стараются мимизировать до минимума довести это их принцип основной жизни рисков не должно быть вообще или минимум и соответственно они не любят рисковать не ставят на кон они осторожно в этом но бесстрашные ну а чего бояться если ты уже идешь по скале по вертикальной вбиваешь это все поднимаешься и не спешишь никуда в любую погоду днем и ночью подготовившись какие тут риски риски должны быть на минимуме соответствующие угрозы они готовятся от угроз прячутся не уклоняются но уходят уклоняется в плане не духовном а старается избежать ну а если случилось то мужественно все преодолевают любые угрозы способны выслушать просмотреть продумать проанализировать угрозу и и решить четко по делу конкретно да да нет нет без каких-то лишних эмоций все по делу соответствующие таланты у них очень полезные правильные нужные постоянные они носители талантов резервов внутренних сил способности даров и всю жизнь их стараются реализовать не просто куркули какие-то там закрома нет они стараются все-таки показать кто они есть чтобы их ценили уважали берегли заботились весомость свою обязательно надо показать и сюда входит талант логика рассуждение и тому подобное они в этом смысле где-то заторможены бывают медлительные продумывают слишком долго иногда медлительные в действиях решениях выборе стараются не ошибиться бояться ошибиться страхи у них оковы связанные именно с опасностью ошибиться неправильную ставку сделать неправильно подготовиться собраться это касается второй половины дружбы любви отношений деловых любых приятельских каких угодно страх ошибки раковые ошибки опасны с последствиями и оковы у них именно в этом а правильно ли я делаю от удара я иду а с тем ли я живу а этим ли делом занимаюсь вот это постоянно их оживет изнутри мысль об этом хотя хотя еще раз хочу сказать они бодры свежи молоды эмоциональны по-своему но все-таки гораздо сдержаннее всех остальных мечты о покое стабильности безопасности все это главные мечты а что еще надо зачем свистопляски по всякие какие-то это нам не нужно смерть они несут в кармане свое записной книжки поэтому у них все предусмотрено и даже смерть предусмотрена ее не бояться она все время с ними сопутствует их на каждом пути на каждом сантиметре метре подъема туна наверх им сам нравится этот процесс поймите подниматься рисковать добиваться уважать себя за это уважать других за это и поэтому они не выносят ветреных словолюбивых слова 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 блудных плудных вообще ребят все должно быть по делу к месту и с целью если человек не соответствует этим критериям зачем он живет зачем он нужен что с ним делать и как правило не конечно же таких и находят и да на всех вот так вот смотрят конечно вот так усмотрен а я так и знал что ты такой вот или такая все понятно то есть ничего не с этим не могут поделать конечно что поэтому смерть все время она должна прийти постучать позвонить и они должны быть готовы к ней то есть внутренние они всегда готовы готовы сорваться со скалы вот а пока летишь пропасть думаешь так что я не так сделал ага не туда ногу засунул не туда забил не ту длину там туда сюда и вот пока он летит он это все обдумывает даже на этом уровне то есть вот такие это люди кремень настоящий к предкам уважительно и бережно внимательно изучает все интересно впитывать любую информацию любознательные очень как пылесосы все себя как магниты впитывать себя все применяет на деле на практике так они устроены женщины стоически привлекательные ухоженные заботятся себе гигиена все дела в общем все женские дела все проверено должно быть у ее никаких посторонних лишних безумных связей конечно хочется расслабиться а завтра на работу а как же коллектив репутации а слухи попал сюда еще что-то не 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 это дело не пойдет поэтому они к этому относится очень требовательно если вы выбираете такую женщину не смейте ей изменять гулять и так далее это серьезный вопрос поэтому давайте вперед узнавать в какой день вы луны родились и слушайте каждое из трех видео отдельно уместить все даже за полчаса я не могу все очень разные три декабря лунных вот я рассказал о первых десяти мужчины очень волевые натуры сильные вод натуры сексуальные активные мощные за вы и в этом смысле далеко пойдут и доберутся до этой вершины хоть там и пять минут отдохнуть поползут обратно главное достиг запитали зафиксировали себя зауважали похвалили чуть-чуть выпили и вниз и снова по тому же маршруту не по чужому по этому же выверенному вот кто такие рожденные в первые десять лунных дней все упорядочено семья детей количество даты и все остальное очень умные сильные уважаем за это вперед альпинисты скалолазы так держать показывайте например учите воспитывайте мы только этого и ждем но мы другие сейчас расскажем о них спасибо